Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Сегодня мы продолжим нашу прогулку по Исаакиевской площади и посмотрим, какие же памятники архитектуры находятся с западной стороны собора. Это коногвардейский манеж, построен в начале XIX века в стиле классицизма по проекту архитектора Джакома Кваренге для лейб-гвардии конного полка, которому требовалось место, где можно было бы обкатывать лошадей не только в летнее время, но и зимой. Фасад здания, выходящий на Исаакиевскую площадь, украшен портиком с двойной колоннадой. В 1817 году перед входом были установлены мраморные копии античных скульптур, диаскуров, кастера и палукса. Каждая композиция представляет собой юношу, укращающего коня. Они были выполнены в Италии скульптором Паало Трискорни. В 1840-х годах скульптуры диаскуров переносились к зданию казарм в Каннегвардейском переулке, но в 1954 году были возвращены к манежу. В 1872-73 годах архитектор Давид Иванович Гримм перестроил манеж. На фронтонах были размещены терракотовые барельефы скульптора Давида Ивановича Йенсена, изображающие жизнедеятельность манежа. Эти исторические барельефы в советское время были ликвидированы. В 1930-х годах манеж после пожара был перестроен под гараж архитектором Николаем Евгеньевичем Лансере. Во время Великой Отечественной войны здание манежа было сильно повреждено. В конце 70-х годов XX века фасад манежа был отреставрирован в соответствии с первоначальным замыслом Джакома Кваренги. Здание манежа с 1967 года по настоящее время используется как выставочный центр, где регулярно проводятся фестивали и ежегодные выставки. Здание в стиле эклектика, известное как особняк Миллера или дом Бремера, было построено в 1879-1880-х годах архитектором Фердинандом Миллером на основе старых построек XVIII века под собственные нужды. Дом был когда-то местом сбора великосветской публики. К жившим здесь поэту Ивану Ивановичу Козлову и русскому писателю, издателю, журналисту и переводчику Николаю Ивановичу Гречу приходили Пушкин, Жуковский, Дельвик, Крылов, Вяземский, Боротынский и другие. Прямо напротив западного портика Исаакиевского собора находится особняк графов Зубовых. Дом построен в середине XIX века по проекту Гарольда Босса в стиле неоренессанса. Строгий и сдержанный фасад купленного особняка графа Зубова не устраивал. Он казался ему старомодным, поэтому в 1870 году по проекту архитектора Карла Карловича Шульца и утвержденного Александром II фасад особняка был полностью изменен. На центральном матике здания помещен герб графов Зубовых. А фасад особняка получил обильную и сложную лепку. На пышных балах в особняке Зубова бывали Пушкин, Вяземский, читали свои стихи Блок и Есенин, проводили вечера поэты Серебряного века. От Платона Александровича дом перешел к его сыну Валентину, который одновременно был правнуком Александра Васильевича Суворова. Валентин Платоныч по своей инициативе и наличные средства по образцу Института Истории Искусства Флоренции в 1912 году создал Российский Институт Истории Искусства, разместив его в своем доме на Исаакиевской площади. После Октябрьской революции Зубов передал особняк в распоряжение наркомпроса, превратившего его в учебно-научное учреждение. Мемориальная мраморная доска у входа в институт извещает, что дом хранит дух всех тех, кто в нем бывал и работал. Тынянов, Асафьев, Грубер, Ахматова, Гумилев, Блок, Бенуа, Мандельштам, Малевич, Пастернак, Стравинский, Чуковский, Шостакович и многие другие. Рядом стоит дом, известный как доходный дом Китнером. Севастьян Осипович Киттер был уроженцем Моравии. В 1819 году, приехав в Петербург, он открыл ламповую мастерскую, которая стала одной из самых известных в городе. Заработанный капитал позволил мастеру купить в 1826 году трехэтажный дом на углу Исаакиевской площади и Почтамской улицы. Дом был построен в середине XVIII века неизвестным архитектором. В 1832 году новый владелец надстроил дом четвертым этажом по проекту Леонардо Шауфельбергера. А в 1848 году перестроил по проекту Горальда Босса и Николая Ефимова. Надстроенный пятый этаж с использованием полуциркулярных окон изменил фасад дома со стороны Исаакиевской площади. С 1848 года в этом здании арендовал помещение департамент железных дорог. В этом доме жил Николай Карлович Гейслер, основатель электромеханического завода. В настоящее время это завод имени Антипа Александровича Клакова. А с 1872 по 1906 года жил и работал профессор Александр Карлович Лимберг, основатель первой в России кафедры адонтологии. Следующий архитектурный шедевр это дом Мятливых, который является самым старым зданием на Исаакиевской площади. Есть много предположений, кто был автором проекта и кому в разное время принадлежал особняк, но достоверных сведений не сохранилось. И только с 1772 года точно известно, что владельцем дома стал Лев Александрович Нарышкин. В доме Нарышкина бывали знаменитые европейские писатели и философы Дани Де Дро, Август Вильгельм Шлегель, Мадам Де Сталь. В 1817 году особняк приобрел поэт Иван Петрович Мятлив, сын петербургского богача, автор знаменитого романса «Как хороши, как свежи были розы», крестник Екатерины Второй, «Современник и друг Пушкина». В 1830-х годах особняк Мятливых стал известен как Исаакиевский дом или дом у Исаакия с модным литературным салоном, где часто бывали Пушкин, Жуковский, Крылов, Вяземский и другие. Начиная с 1870-х годов и заканчивая 1914 годом дом сдавали Евгению Васильевичу Богдановичу, генералу от инфантерии. Он был известен как староста Исаакиевского собора, организатор церковного хора и издательства. На протяжении царствования трех императоров Александра Второго, Александра Третьего и Николая Второго Богданович в доме Мятливых содержал политический салон. В 1870-е годы в квартире номер 12 дома Мятливых жила семья Николая Федоровича Анинского, служившего тогда в Министерстве путей сообщения экономистом. С середины 18-го века фасад дома почти не изменился, а вот правая сторона здания была перестроена в 1872 году по проекту архитектора Иоганна Ивановича Цима. Центральный вход трехэтажного особняка со стороны Исаакиевской площади оформлен портиком из четырех мраморных колонн Тосканского ордера, поддерживающих балкон с кованой решеткой. Дверь на балкон с обеих сторон обрамлена прямоугольными филенками с резными барельефами. Над балконной дверью расположено полуциркулярное окно, также окруженное скульптурными вставками. Окна первого этажа украшены гладкими наличниками. Над ними ряд барельефов, прямоугольные скульптурные композиции на античные сюжеты и круглые рельефные мужские профили. Окна второго этажа имеют простой профиль и украшены с помощью гирлянды и замкового камня, имеющего валютообразную форму. Между рядами окон второго и третьего этажей тянется фриз, а над ним простой карниз. Окна третьего этажа квадратные, обрамлены профильными наличниками. Горизонтальные элементы которых раскрепованы, то есть выдвинуты вперед. После революции семья Мятливых эмигрировала в Париж, а в особняке разместился музей художественной культуры. В 1924 году его преобразовали в Государственный институт художественной культуры, где работали Малевич, Филонов, Матюшин, Мансуров и другие художники-авангардисты. Во время войны, когда шли бои под Ленинградом, пострадали фасад здания и лепные барельефы. Их восстановили в 1948-1949 годах. В 1952 году была реставрация здания с окраской фасадов, а в 1961 году по проекту Фроловы были частично отреставрированы исторические интерьеры. В 90-х годах XX века в бывший дом Мятлевых въехала городская прокуратура, а в настоящее время дом занимает генпрокурор Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. На участке, где в настоящее время находится дом германского посольства, в 1740-х годах был возведен двухэтажный каменный дом, построенный для Никиты Шестакова, который владел им до 1743 года. Каменный дом, возведенный неизвестным архитектором, переходил от владельца к владельцу и не раз перестраивался. В 1873 году дом купило германское посольство и заново отделало некоторые интерьеры по проекту архитектора Бернгарда. Пришедшему к власти в Германии Казеру Вильгельму II дом не понравился. И в 1911-1913 годах дом был полностью перестроен в стиле неоклассицизма по проекту немецкого архитектора Петера Бернса. Это монументальное трехэтажное здание, фасад которого облисован мощными плитами темно-красного шведского гранита. По цвету и пропорциям здание гармонирует с гостиницей Астория, что находится напротив. Главный фасад здания на всю высоту обработан прилегающими колоннами, а боковые фасады пилястрами. Атик был украшен скульптурной группой Диаскуры скульптора Эберхарда Энке. Видные немецкие мастера оформили парадные залы росписью, скульптурой и резьбой. В июле 1914 года после объявления Германии войны России дом пострадал при погроме. Скульптурная группа Диаскуры была демонтирована и вывезена в неизвестном направлении. С 1922 года по 1941 год в здании размещалось германское консульство. Во время блокады Ленинграда здесь находился военный госпиталь. После окончания войны здание занимали институт полупроводников, гидрографическое управление и интурист. С 1993 по 2000 год здание арендовало Петербургское отделение Дрезденбанка. В настоящее время здесь находится управление Министерства юстиции по северо-западному федеральному округу. По обе стороны от памятника Николаю I находятся два здания, построенные по проекту архитектора Николая Ефимовича Ефимова в стиле итальянского неоренессанса в период с 1844 по 1853 года. Они построены для резиденции министра государственных имуществ и Министерства земледелия. При строительстве использовано поэтажное размещение ордера, трехчетвертные колонны и арочные окна. На последнем этаже арочные окна заключены в прямоугольные рамки с прямыми сандриками. Это архитектурный элемент в виде горизонтальной полочки над наличником оконного проема. В настоящее время здесь, как и в доме напротив, размещается НИИ растеневодства имени Николая Ивановича Вавилова. Институт растеневодства обладал и обладает гигантским семенным фондом, который составляет несколько тонн уникальных зерновых культур. Во время блокады Ленинграда не было тронуто ни одного зерна или картофельного клуба. Сотрудники умирали от голода, но не притронулись к семенному фонду. Исаакиевская площадь с запада на восток пересечена рекой Мойкой, отчего оказалась сразу на двух островах Втором Адмиралтейском и Казанском. В этом месте через Мойку перекинут Синий мост, самый удивительный и самый широкий мост северной столицы. Его называют иногда мост-невидимка, а иногда мост-площадь. Его ширина почти 100 метров. Это в три раза больше его длины. Он практически незаметен и воспринимается как часть Исаакиевской площади. Первый мост был построен в 1737 году. Он был деревянный и разводной. В 1818 году мост подвергался перестройке, и уже тогда его ширина стала более 40 метров. А когда в середине 19 века начали строить Мариинский дворец, Синий мост стал еще шире, но утратил первоначальный декор и гранитные обелиски с фонарями. Площадь неоднократно затапливалась при наводнении, поэтому рядом с Синим мостом в 1971 году установили гранитный водомерный столб по проекту архитектора Петрова. Водомерный столб в виде четырехгранного обелиска врезан в облицовку набережной. В верхней его части расположены солнечные часы, а венчает обелиск трезубец морского царя Нептуна. Нижняя часть водомерного столба уходит в воду и по отметкам на его гранях можно увидеть как текущий уровень воды, так и уровни подъема воды во время крупнейших наводнений 1824 года, 1903, 1924, 1955 и 1967. Замыкает Исаакиевскую площадь с юга Мариинский дворец. Строился он с 1839 по 1844 годы по проекту Зодчева Андрея Ивановича Штакеншнейдера в стиле позднего классицизма. Дворец строился в качестве подарка на свадьбу великой княжне Марии Николаевне, дочери Николая I. В 1884 году его передали в государственную казну для размещения государственного совета и других государственных учреждений. После революции 1917 года во дворце размещалось временное правительство. В 1945 году во дворец въехал Ленсовет, а с 1994 года в Мариинском дворце начало свою работу законодательное собрание Санкт-Петербурга. На Исаакиевскую площадь выходит главный фасад трехэтажного дворца. Главный фасад протянулся вдоль мойки на 105 метров. Он разделен на три резолита центральный и два боковых. Центральный резолит акцентирован высоким матиком, а на уровне билетажа просторным балконом террасы с балестрадой декорированной шестью вазами. Боковые резолиты украшены треугольными фронтонами. Нижний этаж дворца рустован по всей длине, а два верхних объединены колоннами и пилястрами. Под балконом расположен вынесенный вперед главный подъезд с открытой аркадой, широкой гранитной лестницей со стороны площади и пологим пандусом по бокам. Вот и подошла к концу наша прогулка по Исаакиевской площади. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч, друзья! Продолжение следует...